Последние выходные июня в Ленинском районе проходит шумное весело. Мы отмечаем День молодежи. Несмотря на то, что молодежью считаются граждане от 14 до 30 лет, в праздники с удовольствием принимают участие все. И не зря. Возле кинотеатра «Искра», где традиционно и располагается праздничная площадка, всегда очень интересно. Нельзя сказать, что у кинотеатра «Искра» было многолюдно, как это бывает всегда в День молодежи. Непогода, по-настоящему осенняя, холодная, отпугнула отдыхающих. Но сломить волю участников районных клубов не смогла. С двух часов дня около «Искры» были представлены площадки молодежных объединений. У нас представляют площадки несколько клубов. Это «Альфа-Легион», «Десантник», «Чемпион», «Цунами», «Центр-Еленоборств». Они представляют девять площадок. Такие, как велоспорт, такой, как бы футбол ребята играют, настольный, меткий бросок, многие аттракционы для того, чтобы мелкие дети могли поиграть. На советском проезде, который в этот день стал пешеходным, расположилась стритбольная площадка. Но играли не совсем в стритбол. Из-за погоды пришлось менять правила на ходу. В избежание травм, потому что асфальт скользкий, лужи, мы решили провести конкурс шафтных бросков. То есть команды бросают по три броска, наибольшее количество попаданий выигрывает. Потому что команды приехали, ребята хотят разыграть призы, значит, будем играть. О своей работе в этот день рассказывали и военно-патриотические клубы. Один из них, «Застава», буквально на днях отметил 20-летие. Воспитанниками клуба за это время стали около двух тысяч молодых людей. Курсанты «Заставы» проводят большую работу по перезахоронению павших в годы Великой Отечественной войны. Ребятами были обнаружены останки около двух тысяч солдат. 120 имен удалось восстановить. Результат достигнут один, но его надо удержать. Поэтому при постоянной поддержке будет постоянная работа и развитие. Тем более, что у нас в перспективах на будущее, наверное, на ближайшие пару лет, расширение клуба и, я думаю, что расширение самой работы на территории района. В клубе сейчас разработана новая программа по вовлечению в военно-патриотическое движение школьников. В этом году новое направление появилось и у обороны спортивного клуба «Ратник». Мы с военно-историческим центром, мы помним, занялись реконструкцией. Это восстановление событий времен Великой Отечественной войны, изучение военного оружия. То есть погружение в то время через форму, через участие в реконструкции. На самом деле это очень интересно. Там реальные взрывы, реальной землей засыпает. Я считаю, это тоже новое направление. Кроме того, курсанты «Ратника» возрождают и старые добрые традиции. На днях мальчишки отправляются в Бородино. И не только с целью отдыха. 1 числа мы уезжаем в Тимурский десант и будем помогать ветеранам. В Ленинском районе очень много клубов, объединяющих молодежь. А выбрав любимое дело по душе и в будущее, молодые люди смотрят уверенно. Татьяна Акимова и я, дамя Евгений Садовский, Видное ТВ. Программа субботнего вечера продолжилась работой спортивных и тематических площадок. Выступлением молодежных творческих коллективов района. Завершится празднование Дня молодежи только часам к 11 вечера. Концертом с участием популярных артистов эстрады. Подробный репортаж с места событий смотрите на телеканале Видное ТВ в среду 2 июля.